Когда начались боевые действия, я выехала, а когда уже вернулась, уже дома нет. Сгорел полностью. Ничего не осталось, даже никакой палочки от дома. В марте 16-го года я приехала сюда, ну и надо было где-то жить, у людей же не будешь все время жить. Хоть, думаю, кухню оборудовать, а жить хоть кухня. Текло, тут все это самое, ну, помог начальник, это у нас фильтровальная станция. А зима холодная, одетая, будто потопишь, как будто бы тепло, а через 5 минут уже холодно. Так я живу. Соседи отзывы стол принесли мне, это тоже соседи дали, стулья дали, скамейки, вот это все. Завывала, кричала, плакала, ну а что, жить надо, а куда деваться. Ну, доход какой, пенсия 1300. На эти деньги, конечно, дом не восстановишь, ничего не сделаешь, только на жизнь, ну так, чтобы пропитаться. А уже купить, уже такое, что-нибудь, уже не купишь. Соседка другая предложила мне прийти к ней, пока еще холодно, что тут невозможно находиться. Ну, а все равно, это ж не свой увол. Тоже ж, сколько она меня там продержит. Сельсовет ничего не помог, ничем. Письмо там у меня лежит. Правительственно выделены деньги, как бы, для этих нужд, но еще не знает, как их распределить. Ну, если они не удовлетворены моим ответом, значит, подавайте в суд. 1 апреля, если доживу, будет в 80. И вот я на старости лет осталась бескращенной над головой, без ничего. И как жить, и что делать дальше, не знаю. Продолжение следует...